Друзья, уже в это воскресенье, 27 сентября, мы будем отмечать Всемирный День Туризма. И сегодня у нас в гостях ведущий методист экскурсионного отдела Ярославского музея-заповедника Полина Кербикова. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Полина. Сразу вопрос. Знаем, что Ярославский музей-заповедник крупный туристический объект на карте не только Ярославской области, но и всей России. Скажите, сколько же туристов в год вы принимаете? Ежегодно у нас более 600 тысяч посещений. Представляете? Интересно, откуда обычно, из каких городов приезжают? Ведете какую-то статистику? Конечно, наверное, все жители города замечают, что каждый выходной у нас прибавляется огромное множество машин с московскими номерами. Конечно, в первую очередь это москвичи, но в то же самое время я бы упомянула и ближайшие области, Владимирская, Ивановская, Костромская, Вологодская. Наверное, самым экзотическим посетителем в этом году у меня была группа туристов из Владивостока. Вот так вот далеко они забрались. Ну и у тебя бусурмане тоже бывают. Я имею в виду, я так ласково называю зарубежных наших гостей. Конечно же, конечно же, иностранные туристы к нам приезжают. Правда, долгое время ведь Ярославль был таким довольно закрытым городом, и уже только с появлением бренда «Золотого кольца», которому в этом году исполнилось 50 лет. О нашем городе узнали иностранные туристы, в том числе, и с тех пор любят нас, приезжают. Правда, в последние годы наблюдается некое уменьшение их посещений, потока. Но стоит помнить о том, что приезжают, появились китайские туристы. Я очень много вижу, особенно людей старшего возраста, зарубежного происхождения, которые прямо такими организованными группами двигаются. Кстати, в основном организованные туристы, то есть группами приезжают, или одиночек больше? Вы знаете, я бы сказала, что их примерно равное количество. Во-первых, у нас же наблюдается тенденция, в последнее время, все знают, что жизнь старается дороже, поэтому многие люди отказались от покупки дорогостоящих туров за границу. Просто садятся в автомобиле и едут. Да, да, да. Или покупают туры по «Золотому кольцу» у туроператоров. Знаем, что сюрприз вы приготовили для туристов. Давайте им поделимся прямо сейчас с нашими телезрителями. Ну, конечно. Очень любим все новенькое. Хотела поздравить всех горожан, профессионалов турбизнеса с наступающим праздником. И музей-заповедник приготовил некий подарок. У нас всем, наверное, известно, что все храмы, которые входят в наш заповедник, они летние. Летнего посещения с 1 октября мы их закрываем. Однако вот в последний такой выходной день перед закрытием мы решили в последнее воскресенье, 27 сентября, открыть храмы Николы Надея на Рождество Христово, церковь Богоявлений, церковь Ильи Пророка для бесплатного посещения. Вот это здорово! Когда что-то дают бесплатно, мне кажется, всегда это пользуется большим спросом. А тем более тут дают искусство и культуру. Здорово! Правда, следует отметить момент, если будет дождь, к сожалению, мы будем вынуждены закрыть храмы и сберечь фрески. Мы не можем на них каким-то образом влиять, так ведь? Конечно. Но будем надеяться на хорошую погоду. Скажите, пожалуйста, а ярославцы вообще много посещают? И музеи, и храмы в частности? Вы знаете, наверное, это одна треть среди нашей посещаемости. Но тут следует отметить сезонность посещений. Конечно, летом у нас становится больше приезжих туристов. А вот уже в зимнее время ярославцы наши самые, наверное, такие желаемые гости. Вся наша выставочная политика ориентируется именно на это. Я всегда думал, честно, да, в детстве, ну что, сходил один раз в музей и все. А получается, что люди ходят обновлять как-то свои знания, да? То есть вспомнить что-то. Или у вас появляются постоянно какие-то новые экспозиции? Ну, конечно, мы же не застывшие организации. Мы постоянно открываем новые выставки. Например, одна из них, новинка этого сезона, трапезы по-ярославски, от которой, кстати, иностранцы без ума ходили, лакомились, нагуливали аппетит. Ясно. Тоже уезжают от нас как с курортов, может быть, с лишними килограммами, но зато и с багажом знаний, и с любовью, я надеюсь, к Ярославлю. Я уверена. Отлично. Спасибо большое, Полина. У нас в гостях сегодня был ведущий методист экскурсионного отдела Ярославского музея-заповедника Полина Кербикова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова